МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следить за капремонтом домов теперь можно в режиме онлайн. Самара – первый регион в России, который стал устанавливать видеокамеры на стройплощадках. Ели лягушек на острове голодные. Дети, отдыхавшие в нелегальном лагере, поделились подробностями отдыха. Физкультуры на берегу Волги. Сегодня в Самаре стартуют открытые соревнования по пляжным видам спорта. Дорожников, которые, проводя ремонт, захламляют газоны и тротуары, будут штрафовать. Задача – навести порядок на важных объектах строительства, поставил глава города Олег Фурсов на совещании в Самарском районе. Для исторического центра проблема особенно актуальна. Строительный мусор не только создает неудобства для горожан, но и может нанести вред уже отреставрированным зданиям. Самарский район, как исторический центр, должен соответствовать своему статусу, представлять историю города и его современность. А потому особое внимание вопросам благоустройства и улиц, и дворовых территорий. Олег Зверев выслушал планы. Уютный самарский дворик в историческом центре. Чисто ухожен на кругом цветы. Жители теперь на фотографиях показывают главе города, что здесь было раньше. Двор был похож на свалку до тех пор, пока за дело не взялась общественность. А теперь и вовсе здесь будут проведены работы по программе «Комфортная городская среда». Создалась новая команда, жильцов не курим, не пьем, и поставили цель сделать город сам. Жильцы здесь сами создали совет НКД, вот члены правления у нас, да? Ну у нас ни ТОС, ни… да, вот меня тут на днях выбрали. И они, ну мы конечно совместно, но вообще инициатива была жильцов, сами подали заявку в «Комфортную среду» на 2 миллион 300, и у них подтверждено финансирование. Сами разработали проект на основе пожеланий жителей. В Самарском районе 34 двора будут комплексно благоустроены, но программа не завершается. Со временем «Комфортная среда» придет в каждый двор. Кроме того, есть возможность получить дополнительную поддержку общественных инициатив. Каждый район, вот Самарский, там не самый крупный, могут получить до 2,5 миллиона рублей дважды на реализацию общественного проекта. Вот захотите что-то в себя во дворе создать, кроме того, что предусмотрено вот этими деньгами. Вы объединяетесь, так сказать, обсуждаете, что вы хотите. А этот адрес – улица Куйбышева, 129. Здесь проведен ремонт фасада, но жители жалуются, что катурка уже отлетает. Подрядчика заставят устранить неполадки. В целом двор достоин поддержки. Он уже сейчас выглядит, как настоящий цветущий оазис в историческом центре города. Это могло бы стать примером для других жителей, ведь в Самарском районе каждое второе здание – это и культурное наследие, и архитектурный шедевр. И этому особое внимание. О перспективах говорили уже на совещании, которое провел глава города Олег Фурсов. Проблем в районе немало, многие начинают решаться. Идет реставрация фасадов, благоустройство дворов, ремонт дорог. Вот только дорожники не всегда с уважением относятся к горожанам. Выполняя свою работу, захламляют тротуары и газоны. До понедельника рабочие должны навести порядок. Большой процент дорог находится сейчас в ремонте. Значит, дорожники взяли на санитарное содержание дороги, но за ними должного ухода не осуществляли. Повсеместно мы видим грязевые накопления, песок. Сейчас ветра начнутся, вся эта пыль будет в воздухе, мы будем дышать, травиться всем этим. И всю красоту, которую наводим на фасады, мы ее испортим. Поэтому здесь прошу принципиальную позицию проявить. Сергей Горчево-Первов ваш, потому что период уговаривания, он прошел, всем все было сказано неоднократно. Значит, не понимают, придется наказывать. Самарский район постепенно преображается. Большие работы по реставрации проводятся на гостевом маршруте Мундиале. Сегодня задача сделать район таким, чтобы он смог достойно представлять как истории города, так и его перспективы. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. Стихийная торговля постепенно уходит в прошлое. В Самаре демонтировали еще несколько незаконно установленных киосков. На протяжении многих лет павильоны работали исключительно на доход их владельцев. Люди не платили за аренду земли, незаконно пользовались электричеством и водой, и совершенно не заботились о чистоте. Свидетелем финала жизни одного из таких киосков стала Марина Матвейшина. Сервис на все случаи жизни. Тут и кормили, и обувь ремонтировали. Но сегодня многофункциональный киоск не работает. Его готовят к отправке на штрафстоянку. Павильон стоит здесь незаконно. Пока специалисты отключают его от электричества, внутрь по-хозяйски заходят люди. Правда, от владения киоском они открещиваются. Когда продукты, мебель и оборудование вынесены на улицу, специалисты начинают демонтаж. В это время подъезжает еще один мужчина, который называет себя заместителем хозяина киоска. Он решительно не согласен с происходящим и планирует обращаться в суд. Мужчина утверждает, договор аренды земли на руках имеется, и деньги выплачивались регулярно. Но чеков не выдают, а потому предъявить их он не может. Официальная точка зрения на ситуацию ровно противоположная. Вот на этой территории, рядом с магазином «Кристалл», сгруппировано достаточно много несанкционированных объектов. Все они подлежат демонтажу и вывозу. Работа здесь будет продолжена. Сегодня демонтируем один объект. В ближайшее время демонтируем все остальные объекты. В этом году с улиц города убрали 106 незаконных объектов потребительского рынка. Причем только 9 из них за счет бюджета города. Об остальных павильонах позаботились их владельцы. Это избавило их от штрафов и лишних хлопот. А горожан от непрезентабельных видов и антисанитарии. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. Капитальный ремонт под видеонаблюдением. Самарская область стала первым регионом, где внедрили систему онлайн-контроля за ремонтом домов. У экрана компьютера, смартфона или планшета каждый из жителей региона может наблюдать, как трудятся рабочие. Если работа стоит, подрядчиков поторопят специалисты фонда капремонта. Как ужесточение контроля за строителями помогает повысить качество работ, узнала Марина Кравцова. Капремонт под присмотром. За каждым движением монтажников зорко следит видеокамера. Трансляция изображения в режиме реального времени идет на интернет-сайте фонда капитального ремонта Самарской области. 63-й регион стал первым в стране, где ремонт многоквартирных домов взяли под видеоконтроль. Камеры должны будут установить все подрядные организации. Такой интерактивный подход позволяет существенно сэкономить деньги. Мы меньше затрачиваем силы и бюджетные средства на содержание наших специалистов, кураторов технического надзора. Им не обязательно выезжать, затрачивать бензин, транспортные средства. Мы можем в онлайн это посмотреть, запросить информацию подрядной организации, следим за сроками. Контролировать будут и количество рабочих, которые трудятся на объекте, и темпы ремонта. Впрочем, трансляцию может посмотреть любой. Все абсолютно открыто. Под прицелом камер будут не только фасады, но и подвалы, где идет ремонт коммуникаций. Первой ласточкой, которая попала под видеонаблюдение, стал 80-й дом на улице Георгия Димитрова. Под обзором почти весь фасад. Через дня три уже люлька перейдет на центральную часть фасада, и камера будет фиксировать, пожалуйста, все процессы. Ну и сейчас как бы видно все, что происходит. Ремонта фасада жители очень ждали. Дом панельный, и тепла зимой не хватало. Да и плитка со стен местами отпала. Теперь же здание утеплят, поменяют окна на лестничных площадках, отремонтируют входную группу. Фасад будет приятного персикового и белого цветов. Качество ремонта оценят сами жители, которые и будут принимать работы. Подрядчик мы общий язык быстро нашли. Делается все прекрасно. Вопросов очень мало. Что мы говорим, они сразу входят в наше положение и делают, как мы просим. В этом доме взносы на капремонт исправно платят 90% жителей. С остальными разговаривают сами соседи. Пытаются войти в положение, чтобы и должники исправились. Когда именно тот или иной дом будут ремонтировать, напрямую зависит от самих горожан. Особенно ветхий фонд или фонд советского периода, конечно, мы должны сделать все, что в ближайшие 3-5, ну максимум 8 лет было отремонтировано. И так ставить задачу, в том числе выделяя дополнительные бюджетные деньги на эти цели, на капремонт. Эту задачу попытаться решить там где-то в течение 8, максимум 10 лет. Если люди активно участвуют в благоустройстве своих дворов и заинтересованы в ремонте, программа может быть скорректирована и дом отремонтируют раньше сроков. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Улицу Алма-Атинскую в Самаре приведут в порядок уже к середине августа. Дорогу, которая имеет принципиальное значение для города, начали ремонтировать. Более 4-х километров пути соединяют Московское шоссе с металлургом. Чтобы не мешать движению, все работы проводятся в ночное время. Автолюбители, которые часто ездят по улице Алма-Атинской, не раз вспоминали крепким словом ее состояние. Дорога, которая соединяет важнейшие городские микрорайоны с Московским шоссе, была полностью изношена. И вот теперь на улице начался ремонт. Ночью одну ее сторону прикрывают, а днем движение возобновляется в обычном режиме. Основные работы проводятся ночью, чтобы не усугублять пробку, которая формируется здесь днем. Поэтому по этой поверхности должны 10-12 раз пройти два катка разной массы, чтобы достичь необходимой степени уплотнения. Так, чтобы уже через час по свежему асфальту могли поехать машины. Ремонт улицы Алма-Атинской проводится по программе безопасной и качественной дороги. Предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие на протяжении более 4,5 километров. Согласно контракту, гарантийный срок 2 года, но подрядчик обещает, что нормативное состояние улицы сохранится на все 5. Контроль качества проводится на всех стадиях ремонта. Приезжая на объект, проводится визуальный осмотр, очистки поверхности от фрезерования, от мусора, от пыли, розлив битом на эмульсии. Проверяется температура асфальтобетонной смеси. За одну ночь подрядчик укладывает порядка 3000 квадратных метров. Это около 500 тонн горячего мелкозернистого асфальтобетона. Получается примерно полкилометра. Скоро должны закончить. Начали 5 дней назад, завершим через 3-4 дня. Ну тут у нас разделено по участкам. У нас сейчас сфрезеровано от Карла Маркса до Московского шоссе. Следующий участок будет от Олимпийской до Карла Маркса. Улица Алма-Атинская для города имеет принципиальные значения. Это прямой выезд с Московского шоссе на Металлург. Когда закончится строительство развязки на 18-м километре, эта дорога станет важной ее частью. Полностью участок обещают сдать уже к середине августа. Олег Зверев, Василий Калташов. События. Два детских лагеря в регионе не соответствуют нормам безопасности. Этим летом они не смогли принять отдыхающих. Всего в Самарской области работают более полусотни стационарных оздоровительных лагерей и около десятка палаточных. По закону каждый из них должен быть организован согласно требованиям антитеррористической, пожарной и санитарной безопасности. За этим пристально следят. В июле сотрудники транспортной полиции региона обнаружили и ликвидировали нелегальный детский лагерь на Васильевских островах. Там находились 19 подростков. Руководили лагерем трое мужчин, у которых не было ни специального образования, ни разрешения властей. В лагерь детей набирали через объявления в соцсетях. Ребята жили в палатках, еду готовили сами из скудных запасов – тушенки, печенья и томатов. Как позже рассказали сами дети, в пищу шли даже лягушки. Из транспорта на острове имелись только неустойчивые резиновые лодки. Лекарства в аптечке были просрочены. По данным полиции, лицензии на организацию лагеря у его создателей не было. Чтобы не допустить подобных случаев, вопрос нелегальных лагерей был поднят на заседание межведомственной комиссии по организации детского отдыха. Быть более бдительными призывают в первую очередь родителей. Поражает легкомыслие родителей, которые заплатили деньги, отправили своих детей, отдали их в неизвестные руки. Неизвестно, с какими намерениями эти молодые люди собирали там подростков, какие цели они преследовали, почему они провели эту работу, по сути, нелегально. Я думаю, что родителей нужно приглашать на комиссию к уделам несовершеннолетних и возбуждать, формировать протоколы об административном правонарушении, потому что они подвергли жизни и здоровью своих детей опасности очень серьезно. Роял флэш выигрыша не принес. В советском районе Самары накрыли покерный клуб. Спецоперацию провели полицейские совместно с сотрудниками отряда СОБР Омега. В помещении, оборудованном под игорное заведение, на момент проверки находилось 20 человек. Сотрудники клуба и любители азартных игр с места происшествия изъяли столы, колоды карт, свыше тысячи покерных фишек различного номинала, черновые записи, телефоны и компьютеры. Установить удалось и предполагаемого организатора. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде. На него заведено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Ему может грозить два года лишения свободы. Далее коротко о других событиях дня. Под Самарой беременную женщину убили ударом, нажав живот. Трагедия разыгралась в селе Верхняя Солянка. Опросив свидетелей, полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 23-летний местный житель, который жил с погибшей. Молодого человека задержали. Ранее он был судим за кражу. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Трое детей пострадали в ДТП на трассе Тольятти-Хрящевка. Как выяснили полицейские, грузовик ЗИЛ, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Калину. Произошло столкновение. Травмы получили оба водителя, а также пассажиры легковой машины. Женщина, два 10-летних мальчика и трехлетняя девочка. Пострадавших госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает. 26-летний мужчина утонул в озере, запутавшись в водорослях. Это произошло в отрадном. К спасателям обратились родственники погибшего. Водолазы обследовали около 600 квадратных метров дна озера Осиновское и обнаружили утопленника на глубине 3 метра. Причина трагедии очевидна, говорят спасатели, при небрежении правилами поведения на водных объектах. Нужно всегда помнить, что купаться безопасно только на благоустроенных пляжах. РКЦ «Прогресс» завершит летные испытания ракеты «Союз-2-1В» в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Ракетно-космического центра «Прогресс» Александра Кириллина. Испытания подразумевают пять пусков. До 2025 года машина будет работать с двигателем НК-33. Никакой замены не предусматривается. «Союз-2-1В» — это двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для выведения аппаратов на круговые орбиты высотой до 1500 км и солнечно-синхронной орбиты высотой до 850 км. На переправе «Октябрьский спуск» рождественно пустит дополнительные рейсы 20 июля. Первый рейс до Самары отправится в 19.00. В обратном направлении паром отойдет в полночь. Согласно данным на сайте Самарского речного пассажирского предприятия, стоимость проезда для взрослых граждан составит 60 рублей, для детей — 30 рублей. За перевозку велосипеда нужно будет заплатить 100 рублей. Тариф для мопедов и мотоциклов составит 180-270 рублей. Перевозка автомобиля обходится дороже. В Самаре определили районы с самым тесным жильем. Кто оказался в лидерах по этому показателю, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня прибавила в цене. Баррель марки «Брент» уверенно подбирается к отметке в 49 долларов. Валюта дешевеет. На 20 июля Центробанк установил курс доллара на отметке 59 рублей 24 копейки. Евро — 68 рублей 27 копеек. Золото стоит 2361 рубль. Серебро — 30 рублей 87 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 59 рублей 45 копеек. Дороже всего продать за 58 рублей 95 копеек. Долги по ЖКХ в России превысили 1 триллион рублей. Половину из этой суммы накопили не жители, а посредники, в том числе и управляющие компании. В Минстрое подготовили законопроект, который лишит их возможности работать с деньгами граждан. Минимальный набор продуктов в стране с начала года подорожал на 15 процентов, в основном из-за роста цен на продовольственные товары. А в Самаре определили районы с самым тесным жильем. Больше всего маленьких и дешевых квартир до 20 квадратов оказалось в Кировском районе. Широкий выбор квартир чуть попросторнее до 33 квадратов в Октябрьском и Промышленном районах. На этом все. Удачи в делах! В эти выходные самарцев ждет фестиваль еды. Продемонстрировать свое мастерство в одном из торговых центров города соберутся лучшие повара и бармены. Гостей фудфеста будут развлекать кулинарными батлами, дегустациями, мастер-классами от известных сомелье, фудфотографов и кулинарных критиков. Также будут работать арт-маркет и площадка здорового питания. Изюминкой фестиваля станет «Битва поваров». Это профессиональный конкурс кулинарного мастерства и одновременно зрелищная шоу-программа. Участие в конкурсе принимает более десятка поваров со всей области. В преддверии чемпионата 2018 года нам нужно понять, изучить рынок общепита и выбрать самых активных лучших игроков. Поэтому именно на это мероприятие «Битва поваров» мы делаем большой такой упор. Сегмент общественного питания перед таким значимым событием, естественно, должен быть предварительно проанализирован, оценен. И нам очень важно видеть, кто у нас лучшие операторы, какова их активность, кто сам о себе на сегодняшний день готов в открытую заявить, представить своих специалистов на профессиональных конкурсах. Больше 800 операций в год, и это только в одном отделении ортопедии Самары. Людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата с каждым годом становится все больше. Чаще всего пациенты обращаются с болями в позвоночнике, коленных и тазобедренных суставах. Причем, если в суставе началось разрушение, вылечить его мазями, таблетками и прогреванием уже нельзя. Постоянную боль при движении поможет снять только операция или протез. Прежде всего, в группе риска люди с избыточным весом. Суставы не выдерживают ежедневной большой нагрузки. Еще одной причиной заболеваний становятся вредные привычки. 95-97% – это масса людей, которые сами себя доводят до этого состояния. Это вот пьянство. Люди пьют, причем не думают об этом, курят, несмотря на то, что им говорят. Они смеются и говорят, да ладно, ваша пропаганда нужна, а потом мы их оперируем. Чтобы сохранить суставы здоровыми как можно дольше, врачи советуют больше двигаться, правильно сбалансировано питаться, исключить из рациона сладкие, жирные, копченые продукты. И если боли в спине или суставах уже мешают нормально жить, не тянуть и обращаться за консультацией к специалистам. Физкультура на берегу Волги. Сегодня в Самаре стартуют открытые соревнования по пляжным видам спорта. Волейбол, футбол, теннис и регби. Стать участниками турнира могут все желающие. Уже поступило более тысячи заявок, в том числе из других регионов и стран ближнего зарубежья. Игры уже начались, но официальное открытие соревнований пройдет в субботу. Что ждет спортсменов и болельщиков, узнала Алина Чемерес. Сегодня Самарский пляж становится центром спортивной жизни города. Трибуны, корты, зоны отдыха на берегу Волги в районе второй очереди набережной готовятся встретить тысячи гостей. На открытом фестивале пляжных видов спорта пройдут соревнования по регби, теннису, футболу и волейболу. Заявки на участие поступили со всей России и из других стран. Организаторы считают Самару лучшим местом для проведения такого рода турниров. Самаре это будет то, что нужно и хотели провести, конечно, именно в Самаре. Набережная, она прям примыкает к пляжу и все очень компактно. Много площадок можно поставить. У нас будет только по пляжному волейболу больше 20 кортов. Лучшие спортсмены получат подарки от спонсоров и солидное денежное вознаграждение. Призовой фонд соревнований – полтора миллиона рублей. Турнир с видом на Волгу продлится до 23 июля. Постепенно Самара уже становится центром пляжных видов спорта. У нас проводится большое количество мероприятий. Как по пляжному футболу у нас проходит чемпионат России, Кубок России, как по пляжному теннису проходит Кубок России ежегодно. Открытые соревнования по пляжным видам спорта станут большим городским праздником. Жители ждут культурная программа «Интерактивная площадка для детей». Также все желающие смогут стать участниками бесплатной лотереи и розыгрышей. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. Самарские спортсмены приехали триумфаторами с первенства Европы по универсальному бою. В их медальной копилке 8 золотых наград. Об этом и о других новостях спорта расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Хоккеисты ЦСК ВВС стартуют на новой домашней арене в чемпионате высшей хоккейной лиги. Самарский гребец Илья Штоколов привез бронзу с чемпионата Европы. Самарские борцы выиграли первенство Европы по универсальному бою. Восемь золотых и одну серебряную медаль привезли самарские спортсмены с первенства Европы по универсальному бою. Турнир проходил в Петриче, Болгарии. В дисциплине лайт чемпионами стали Алина Косаурова, Никита Семенов, Александр Лесогор. В классике безоговорочное лидерство захватили Анастасия Сосновская, Алина Косаурова, Никита Семенов, Андрей Григорьев и Алексей Демин. Бронзовую медаль чемпионата Европы по гребле на байдарках и каное завоевал самарец Илья Штоколов. В Пловдиве, Болгария, за места на пьедестале почета гонялись на грибном канале спортсмены из 36 стран. В каное четверки на дистанции тысячу метров российская команда показала третий результат. Вторыми стали немцы с золоту у поляков. В каное одиночки Штоколов финишировал четвертым. Самарские летчики откроют большой хоккейный сезон на домашней арене. В Ледовом дворце спорта «Кристалл» 9 сентября стартует чемпионат высшей хоккейной лиги. Федерация Хоккей России утвердила состав участников и календарь соревнований. Первым соперником ЦСКА ВВС будет Казанский Барс – фарм-клуб Акбарса континентальной хоккейной лиги. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова